Добрый день. 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 Это делается потому, что, как мы чувствуем в обществе, большой запрос на такое беспристрастное, объективное, точное с исторической точки зрения и лишенное политических спекуляций осмысления тех событий, тех поворотных событий, которые произошли в нашей стороне сто лет назад. Но это осмысление закончится каким-то выводом российского исторического общества. Можем на сегодняшний день, мы в российской исторической обществе, скажем, в лице государства, потому что так или иначе вы отражаете эту точку зрения, сказать, чем стала Октябрьская революция, Февральская революция, затем Октябрьская революция, то, что сегодня объединяюще звучит как Русская революция. Чем стало для России? Началом мощного экономического развития после череды трагедий и гражданской войны? Или все-таки притормозило развитие большой империи? Вы знаете, чем дальше мы отодвигаемся от 1917 года, тем объективнее отношение и оценка и профессионального сообщества, и нашего общества в целом тех событий. Во-первых, время лечит. Время истреляет даже самые тяжелые раны. И сегодня причины, которые породили революционные события, не кажутся такими эмоциональными, не воспринимаются так эмоционально, как тогда, что привело и к развалу Российской империи, к расколу общества, к сожалению, к гражданской войне. Ну и, во-вторых, за вот эти годы мы, по-моему, уже переболели крайностями. И помните, мы то восхваляли, то критиковали царизм, а потом советскую власть. И на такие кардинальные, кругольные события, поворотные события, которые имели огромное значение не только для нашей страны, но и для Европы, и для мира в целом, нельзя смотреть с точки зрения всего лишь двух цветов. Чёрного и Белого – это многоградные, сложные события, которые имели и плюсы, и минусы. И мне даже представляется, что нельзя будет в каком-то одном итоговом документе оценить итоги русской революции 1917 года. Но важно, чтобы общество, так сказать, уже спокойно, с высоты вот столетней давности, посмотрело на все стороны этого события. Есть ли примеры совместной исторической экспертизы? К 70-летию Великой Отечественной войны мы вспоминали об опытах и говорили об этих опытах создания книг, трудов, в которых российские и немецкие историки описывали те или иные события с разных сторон. Они, правда, не пришли к общему пониманию. В одной книге, если я помню, помещалась страница «Взгляд российского историка» и «Взгляд немецкого историка». Они могли существовать в рамках одной книги, но они не могли договориться. Я знаю, что по-прежнему идет обсуждение итогов и Первой мировой войны. Эта дискуссия достаточно активная. Идет проект по цифровизации, по оцифровке жертв Первой мировой войны. И обсуждаются совместные российско-немецкие проекты. Как они выглядят? Что можно здесь обсуждать? Сначала об экспертизе. О профессиональной экспертизе. Любая экспертиза в любой сфере, будь то строительство, геология, лингвистика и история в том числе, она основывается на одинаковых принципах. Принципах научности, объективности, непредвзятости. Я думала, что к истории это неприменимо. Применимо, да. И хорошая экспертиза, историческая экспертиза, она всегда отделена от идеологии. Другой вопрос в том, как разобрать профессиональную экспертизу от чего-то другого. При этом нужно, конечно, постоянно повышать собственные знания, собственное образование, собственную грамотность. И, конечно, ориентироваться на авторитетные, признанные экспертные институты, учреждения у нас в России. В сфере истории это, конечно же, прежде всего, система наших государственных архивов в главе с Федеральным архивным агентством... Росархив. Росархив, да. Это, конечно, ведущие академические институты, Российская академия наук в сфере истории. И это, конечно, исторические факультеты наших университетов, ведущих университетов. Ну, и, безусловно, Российское историческое общество, и Российское военно-историческое общество. Вы говорили о примерах совместной работы историков разных стран. Да, и привели хороший пример немецко-российского сотрудничества по подготовке материалов, которые касаются Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Для нас, ну, вы помните, все-таки вот в той работе по основным позициям, по большему числу позиций, мнения историков, вот настоящих историков, а не политиканов, они абсолютно были схожи, одинаковые. Да, есть какие-то расхождения, но незначительные. Ну, и сейчас архивисты наших стран ведут большую совместную работу по оцифровке немецких документов, что, конечно, важно, потому что... То есть не касается только жертв, это касается документов? Это да, это касается документов, которые относятся к различным периодам, прежде всего, Второй мировой войны. И это важно не только с исторической точки зрения, не только для профессионалов, но и с социальной точки зрения, особенно, как мне кажется, для населения Германии. Когда будет получен доступ, а он уже получен, хотя работа постоянно продолжается, вот к тем документам, поскольку все-таки архивный документ является чуть ли не основным источником исторических знаний. А по Первой мировой войне? По Первой мировой войне вы, наверное, вспомнили ту работу, которую мы начали несколько лет назад по оцифровке картотеки потерь. Да. Да, потерь России в Первой мировой войне. В 19-м году эта работа? Мы начали ее в 19-м году. Вы помните, это была инициатива Российского исторического общества. И в рамках той работы, которую проводил Организационный комитет по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны, и работа подвигается, по-моему, с неплохими темпами. Из более чем 9 миллионов карточек уже оцифровано около 7 миллионов. Мы периодически отчитываемся перед обществом об этой работе. И вот в очередной раз, 1 августа, в Доме Российского исторического общества состоится презентация очередных промежуточных итогов этой работы. Работа действительно масштабная, в общественный и научный оборот будет выпущен большой массив исторических документов. И, пожалуй, это впервые в ходе этой работы будут оценены, достаточно точно оценены наши потери в той войне. А вы помните, вот в этих карточках содержится, в этой картотеке содержатся данные о убитых, раненых, пропавших без вести, плененных. Большая работа. Ну, повторяю, к 18-му году мы ее завершим. Вы ждете с сенсацией? Ну, это делается все-таки не для сенсации, а для того, чтобы сохранить память. Вы сами можете удивить. Ну, это удел средств массовой информации, производить сенсации. А мы производим, мы проводим такую, ну, на наш взгляд, важную... Цель и задача, это главная цель в этой деятельности. Сохранить память. Сохранить память. Память такой важной страницы нашей истории и память о людях, которые защищали наше Отечество и отдали свои жизни за него. Сергей Евгеньевич, вы задумывались о средствах доставки новой информации до современной молодежи, до россиян, молодых россиян. Потому что оцифровка архива, да, я понимаю ее цели и задачи. Я понимаю, что благодаря цифровизации и новым технологиям многие люди смогли найти, например, своих родственников, погибших во Вторую мировую войну. Если мы говорим о событиях более отдаленных, о столетии русской революции или о Первой мировой войне, то трудно представить себе молодежь, которая пойдет специально читать книги или пойдет в архив для того, чтобы изучать эту историю. Должны быть какие-то новые способы? Должны быть. Но я при этом представляю и молодых людей, и юношей, и девушек, которым интересна история своей семьи. И которые наверняка... Это более отдаленная история, да, скажем так? Если не про бабушки, то предки четвертым. Да, и наверняка будет много молодых людей, и школьников, и студентов, которые будут пользоваться и вот этим архивом, выставленным в интернете, оцифрованным. Несколько лет назад, собственно, когда воссоздавалось Российское историческое общество, мы с вами говорили о всплеске интереса к истории у россиян. Как сегодня его можно характеризовать, зафиксировать? Он продолжается или он сходит на спад? И по каким критериям можно об этом судить? Интерес к истории большой, и мы, во всяком случае, не ощущаем спада вот в этой тенденции, почему это происходит. Я думаю, потому что наше общество взрослеет, постоянно, постепенно взрослеет. Ну и, так сказать, как такой более взрослый, с более высокой степенью зрелости, такой духовной зрелости организм, он требует новых знаний. Вот. И эти знания черпает в том числе из нашей богатой истории. И этот процесс объективный. Мы тоже хотим внести посильный вклад в юбилей русской революции. И сейчас готовим цикл программ, в которых общаемся с потомками представителей, что называется, красных и белых. Это очень интересный опыт и очень интересная судьба у людей, которые в силу разных обстоятельств либо остались в России, остались и стали, что называется, сынами революции, либо покинули нашу страну. А как вы думаете, сегодня наша страна по-прежнему делится на красных и белых? Нет, такого же, конечно, нет. Ну, даже если судить по тому политическому ландшафту, который мы имеем сегодня, он же многоцветен. От крайне правых через центр до крайне левых. Так же, как это присутствует практически во всех демократических странах. Вот, посмотрите, последние выборы президентские во Франции, да, основные кандидаты, да, которые были основными, ну, в первом туре от крайнего левого Меланшона до крайнего правого Марин Ле Пен, да. И у нас состав политических партий, которые участвуют в выборах, начиная с муниципальных, он такой же широкий. С левого края до правого края. Поэтому ни в коем случае сейчас уже нельзя говорить, это несправедливо, что наше общество делится на два цвета, не повторяю. Наше общество в политическом плане многоцветное. И, конечно, общество должно учитывать уроки своей истории, уроки Октябрьской революции, 100-летней давности. Мне представляется, что один из главных уроков состоит в осознании такой высокой ценности общественного согласия. И наоборот, если общество не достигает компромисса вот на таких переломных этапах истории, то страна и общество за это несет большую цену, платит большую цену. И цена эта доходит до цены жертв в гражданской войне. Поэтому ни при каких обстоятельствах, ни в силу внутренних причин, ни в силу внешних вызовов, общество не имеет права расколоваться. Недопустимый раскол между отдельными слоями общества, между обществом и государством, внутри государственного аппарата. Иначе цена за такой раскол будет очень высокая. Я думаю, что 100 лет назад политические деятели России думали примерно так же, и общество совершенно не было готово к гражданской войне, не было готово встать друг против друга. Вы видите сегодня условия для повторения подобных событий? Ну, думаю, что 100 лет назад и политики, и общество не думало так, как мы, поскольку у них тогда не было печального опыта, опыта, который наше общество накопило вот за последние годы. Опыт французской революции. Это чужой все-таки опыт, хотя на чужом опыте тоже надо учиться. Ну, собственного опыта вот таких событий не было. Сегодня я считаю, что это невозможно. Повторяю, в силу того, что наше общество в политическом плане такое многоцветное, да, и разнообразное. В силу, ну, все-таки довольно, можно об этом говорить, в силу единства общества. Как историк и как разведчик вы наверняка много, как руководитель службы внешней разведки, вы наверняка многое можете знать и понимать о масштабах внешнего давления. Если мы говорим о событиях столетней давности и экстраполируем их на сегодняшний день. Если говорить о сегодняшнем дне, то да, мы вполне конкретно ощущаем внешнее давление. И вчера, кстати, состоялось парламентские слушания в Совете Федерации. И я имел, так сказать, удовольствие участвовать в этих парламентских слушаниях. Это был действительно очень такой серьезный и откровенный разговор о том, ну, сначала такая очень аргументированная констатация того, что это давление есть, и оно реализуется в разных формах и в разных сферах. Ну, и вторая часть, что нельзя молчать. Нужно с этим, этому давлению противостоять, бороться, бороться за единство нашего общества, не допустить его раскола, вот, и отвечать нашим политическим оппонентам в разных формах. Ну, а если обратиться к историческому опыту столетней давности, тогда был этот элемент давления и попыток внести смуту и причастность, скажем так, внешних сил к русской революции? Потому что здесь тоже очень много и конспирологии, и теорий, и историй заговоров. Ну, наши соседи, наши партнеры никогда не были идеальными, да, поэтому очевидно и можно предполагать, что вот такое давление, или во всяком случае участие со стороны политических оппонентов с другой стороны границы было и тогда, и сто лет назад. И остается. И остается. Опыт историка и дипломата. А как он помогает вам в руководстве внешней разведкой? Ну, помогает, потому что и то, и другое необходимо, для того, чтобы руководить такой очень важной структурой, интересной такой, во многом закрытой структурой. И решение тех больших задач, которые стоят перед любой спецслужбой, и в том числе, может быть, прежде всего перед службой внешней разведки. Сергей Евгеньевич, а что такое русский мир? А в современном понимании? И какую роль вы ему отводите? Как нас воспринимают в мире? Какие ценности мы несём? Я не встречал канонического определения вот этого понятия русского мира. Я думаю, может быть, его и не существует. Но для меня это прежде всего общность культуры, объединённая ценностями любви к нашему Отечеству, к языку, к национальной культуре нашей страны. Вот, пожалуй, я так мог бы охарактеризовать это понятие. Ну и в завершении нашего разговора, позвольте мне ещё раз попытаться совместить историю и современность. Я процитирую вашего предшественника, первого руководителя службы внешней разведки, Евгения Максимовича Примакова, который говорил, и последние годы он много об этом говорил, о том, что мир перестал быть однополярным, и он движется к многополярному состоянию. А сегодня, как вам кажется, этот тезис продолжает оставаться актуальным? Нет ли у вас ощущения, уже с вашим опытом и в работе на вашей новой должности, что на самом деле всё движется наоборот, снова к состоянию блоков и отдельных каких-то коммуникаций, разрозненных и, может быть, даже противопоставляемых друг другу? Военных, политических блоков? Ну, я бы сказал, что справедливы и то, и другое. Справедливы, что мир перестал быть однополярным. И справедливы, что блоки и союзы всегда были, есть и, я думаю, будут. И вот эти два тезиса, они не противоположны друг другу. Это реальность, которую нужно воспринимать. Россия будет формировать этот блок? Мы хотим его в центре или мы уже решили, куда примкнуть? Россия выступает как постоянный член Совета безопасности Организации Объединённых Наций. И вот именно с этой позиции выстроена внешняя политика нашей страны. Я благодарю вас за этот разговор. Спасибо. Спасибо, Ильич. Спасибо.